Проходите. Нет, проходите. Вижу. И что вы видите? Подвал затоплен. Зампредседателя городского департамента ЖКХ Игорь Кузин задерживаться здесь не стал. А жители дома на улице Терешковой несколько лет наблюдают такую картину. Мы создадим комиссию, приедем. Приезжает комиссия, золушков нанимают и начинают трубы гнилые, ржавые обматывать. Начинают, работают. А зачем нам праздники трехдневные? Нам нужно постоянные. Очередная комиссия теперь из депутатов городского совета. Парламентарии уже давно подменяют коммунальщиков. Куда их позовут, там работа начинается. Вот она Терешковой придумали. Пореже уборщица будет подметать, на сэкономленные деньги починит канализацию. Какие-то виды работы, ну там что-то помыть, почистить, что-то сделать. Мы приняли это решение. Виды работы это не выполнять, а за счет этих видов работы сделать канализацию. Несправная канализация – это чуть ли не визитная карточка лепестских домов. В 9-м микрорайоне та же беда. Канализация забита ЛГЭК на ЖЭК, ЖЭК на ЛГЭК. Течет фекалий в подвале по колено. Обращались уже три года подряд. Ни про какие залития в подвалах, ко мне жалоб не поступало. Вы не знаете, что проблема в подвале? Я знаю. Я знаю, что здесь ливневая канализация не работает. Это известно. А почему вы не выполняете свою работу? Почему я не выполняю? Ливневая канализация находится на балансе управления главного смотрителя. Послушав жалобы Лепчана и объяснение коммунальщиков, депутаты разозлились. Сколько можно переливать из пустого в порожнее? Надо дать оценку департаменту ЖКХ. Пока у депутатов есть такая возможность, вплоть до квотума недоверия, которую мы можем вынести. Вы помните, мы это делали. Нет, вы планировали. Ну, когда мы планировали, предыдущий представитель департамента просто ушел. Верная примета, как депутаты приезжают, коммунальщики активно берутся за работу. Беда только, что депутатов на каждый дом не хватает. Татьяна Ермишина, Тимофей Астахов, ТВК Новости. Продолжение следует...